Стирается ли мой фломастер? Ну так себе, да, ладно. Значит, его только в каких-то исключительных случаях будем использовать, когда нужно рисовать будет что-нибудь. Прям вообще нужно рисовать. Так. Ну что же, всем привет! Замечательно, что я до сюда добрался. АПЛОДИСМЕНТЫ МТФ – это малая… кто? Теорема. Правильно. Теорема – фирма. Вот. И она, как бы сказать, она соединяет школьную математику. Вот эта вот школьная математика, все, что изучается в правилах действий, в алгебре, какие-то свойства делимости, все, что изучается в школе. Потом переходит в то, что изучается в ВУЗе. В ВУЗе такая большая, настоящая математика, да? Настоящая, трудная математика. И вот перетекание отсюда сюда происходит через такое узкое горлышко малой теоремы фирма, по сути. То есть вот эти результаты, они все уже… все взрослые результаты, они ее используют, а школьные, как бы, ее подготавливают. Ну и вот, если вы хорошо учили арифметику остатков отделения на простые числа, то вы вполне готовы узнать эту теорему, не только формулировку, но и несколько доказательств. Я назвал четыре грани, малая теорема фирма, лекцию. Четыре грани. Но это значит, что я буду доказывать ее четырьмя разными способами. Договорились, да? Но, собственно, формулировка… Есть две формулировки, которые друг другу эквивалентны. Формулировка номер один. Она состоит в том, что для любого простого… П… Ну, давайте не четного, потому что для четного слишком очевидно. А мы в дальнейшем будем, возможно, использовать арифметику остатков, когда остатки будем вычислять центрированно относительно нуля. Посмотрим, если нам пригодится это, может быть. Вот. От P-1 пополам со знаком минус, до P-1 пополам со знаком плюс. И в этом случае важно, что P – это нечетное простое, то есть, простое, начиная с трех. Вот. Так вот, для любого простого, нечетного P и для любого вообще целого A я вот так напишу для любого A из множества целых чисел. A в степени P дает тот же остаток, что и A при делении на P. То есть, иными словами, A в степени P минус A делится на P. На целом. Всегда. Вот такой факт, который открыл фирма экспериментальным путем. Ну, а доказать вроде как не смог, ну, либо, не знаю, может быть, смог, но до нас не дошло. А доказать, соответственно, его смог Эйнер. А номер два формулировка состоит в том, что тоже для любого простого нечетного P и на этот раз для любого A из множества ненулевых остатков продолжайте. Так. Да, я заодно ввожу вот такое обозначение. Иногда пишут сравнимо, там, X сравнимо с Y вот так по модулю P. Ну, я предпочитаю писать так, чтобы было, ну, понятнее, что тут какой-то P в скобках, а тут прям, если сравнимо, по модулю P и все. Вот прям так и написано. Ну, если, понятно, как поедет речь, я просто иногда пишу сравнимо, но если я пишу равно, ну, это уже, значит, уже до какого-то совершенно панковского уровня лекция дошла, да, что мы уже совсем друг друга понимаем, прям с полуслова, да, тогда можно писать равно, да, там. 13 равно 6. Но если мы при этом имеем в виду остатки определения на 7 все время, и все предыдущие, там, 15 минут имели в виду остатки определения на 7, то можно так и написать, да, 13 равно 6. Ну, в общем, будем надеяться, что путаницы никакой не будет. Вот. Ну и смотрите, как нам, вот, допустим, если мы знаем вот это, как вывести вот это? Да, капитан Очевидец говорит, что умножить на A. Ну, тут, значит, как сказать, нужно быть немножко аккуратным, потому что при A делится на P даже, ну, как бы, эти вот равенства, ну, неравенство может превратиться в равенство, да, но, по крайней мере, равенство точно не станет неравенством, да, то есть здесь при A делится на P просто здесь утверждается совершенно очевидная вещь, да, что и там, и там остаток 0. А при A делится на P, да, мы действительно можем и умножать на A и делить на A, то есть в другую сторону, если A не делится на P, мы вот эту вот разность расписываем, как A умножить на A в P минус 1 минус 1, правда? И теперь мы говорим, что если произведение двух чисел делится на P, да, то что? Одно из них делится на P. Это верно для простых чисел, для непростых это неверно. Это свойство простых чисел, характеризующие их. И так как мы договорились, что A не делится на P, то, соответственно, должна делиться оставшаяся часть, то есть A в P минус 1 дает остаток 1 для не на P. Вот, здесь все понятно. Ну, еще надо добавить, что здесь мы ограничили себя выбором только остатков, а здесь любыми целыми числами, ну, здесь все понятно, при сдвиге на P остаток не будет меняться ни у А в степени P, ни у А в степени P минус 1, ни у А, вот, ни у кого не будет меняться, поэтому здесь достаточно доказывать только для этого множество остатков, и все. Так, ну хорошо, вот мы ее сформулировали двумя разными вариантами, и теперь давайте приступим к одному доказательству, так как, как бы сказать, сейчас уже чуть не 8 вечера, или там, по крайней мере, что-то между семью и восемью, то ваша голова, скорее всего, будет работать сейчас неплохо, а потом чуть хуже, да? Поэтому мы начнем с трудного, содержательного и длинного доказательства. Оно вы в подарок получите очень короткое и простое, да? И еще потом два придача, да? Вот. Ну, давайте начнем с того, которое проясняет суть этого явления, суть малотерема фирма. Значит, мы будем доказывать ее во второй формулировке. И мы сейчас для этого рассмотрим множество всех остатков неравных нулю при делении на какое-нибудь простое число. Ну, давайте рассмотрим, например, число 7. Теперь мы возьмем какой-нибудь из этих остатков, ну, для конкретного простого числа, например, 7, да? В сущности, доказательство может сводиться просто к перебору, да? Единица, например, в шестой степени имеет остаток 1? Капитан, очевидность говорит, что единица в шестой степени просто равна единице, да? А шестерка, да? Шестерка. А шестерка — это минус единица, да? Шестерка — это минус единица, и она мигает. Минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, да? не четвертый степень, а равная минус единицы, четвертый плюс единицы. А двойка, например, да? Ну, то есть можно проверить в лоб. Вот давайте нарисуем такую диаграмму. Вот берем какой-нибудь из этих остаток, ну, какой-то неочевидный, например, два. И будем смотреть его степени. Вот я взял первую степень. Ну, нулевая степень двойки — это единица. Первая степень двойки — это двойка. А вторая степень двойки — четвертая. А третья? Да, третья единица, потому что единица и восьмерка по модулю семи одно и то же. Поэтому, когда мы возвели два в куб, мы уже замкнули наш круг. И теперь, если брать два в четвертый, два в пятый, два в шестой, два в седьмой, два в седьмой, два в девятый, ну, ничего не будет меняться, да? Она будет бегать по кругу. Довочка будет бегать по кругу. Ну и, соответственно, останется у нас незадействованными еще три остатка, которые мы сейчас попытаемся тоже включить в эту игру. в орбиту числа два. Так. Ой, да, наверное. Сделать потише микрофон? Возможно сделать чуть тише? Потому что мне довольно сложно говорить тихо. У меня такое свойство, я очень плохо слышу и очень громко говорю. Это очень удобное свойство. Знаете, такое, как говорят, у носорога очень плохое зрение, но это не его проблема. Но у меня примерно та же ситуация, вот, я плохо слышал, не в смысле, что у меня музыкальный, музыкальный нормально слышал, а вот слух у меня очень плохой. И поэтому мне кажется, что остальные тоже плохо слышат. Значит, надо орать всегда, чтобы все услышали. Вот. Поэтому я всегда и ору. Значит, берем трешку и умножаем ее на двойку. Что получается? Шесть. Берем шестерку и умножаем ее на двойку. Правильно. Берем пятерку и умножаем на двойку. А! Вот такие два кружка получились, да? 1, 2, 4, 1, 2, 4 и 3, 6, 5, 3, 6, 5. А если мы возьмем вместо двойки тройку, то что у меня получится здесь? Это вот я, так сказать, вас как бы подвожу к некоторым общим идеям, которые потом будут ясны. И для кого-то, конечно, я слишком медленный сейчас, я понимаю, но мне хочется, чтобы на первых парах я не потерял. Вот. Значит, и так. Давайте попробуем тот же эффект. Ну, на самом деле, с двойкой уже, смотрите, с двойкой мы уже все поняли, потому что всего остатков 6, да? У нас есть для двойки вот такой цикл, она уже в кубе равна единице. И еще есть один дополнительный цикл. И если я два раза пройду цикл для двойки, получится в кубе равна единице и в шестой степени равна единице. Ну, как раз и получится, что все остатки перечислены. Так, а вот бывает еще такая классная ситуация. Возьмем остаток 3. Ну-ка, 1, 3, дальше 9. Это что? 2, 6, правильно, я слышал. 5 и 1. Вот так. Смотрите, какая классная тройка. Тройка перечислила 3 в нулевой, 3 в первой, 3 в квадрате, 3 в кубе, 3 в четвертой, 3 в пятой. И это множество совпадает по модулю 7, совпадает со множеством 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть тройка это такой остаток, как деление на 7, что все его степени полностью покрывают все ненолевые остатки при делении на 7. Согласны? Это называется важным научным термином. А кто, поднимите руку, кто знает, каким? Ничего себе. Ничего себе. Первообразный корень это называется. Первообразный корень. Да, именно так. Двойка не первообразный корень по модулю 7, а тройка первообразный корень по модулю 7. Тройка перечисляет все остатки. Ну и мы видим, что в шестой степени она благополучно вернулась в единицу. Ну а, извините, а куда она еще могла вернуться, да? Ну, может быть, можно было бы себе представить. Давайте подумаем, вот что вообще может быть, если я эту ситуацию реализую уже для произвольного, простого прям. Вот я взял и по кругу я нанес все остаточки, да? Вот они. Ну или не по кругу, как угодно, в принципе, совершенно не важно. Вот остатки от деления на p. 1, 2, 3 и так далее, p минус 1. И вот я взял какой-нибудь а. Вот у меня 1 переходит в а, а переходит в а квадрат, а квадрат переходит в а в кубе. Вот как эта ситуация вообще может завершиться? Каким образом? Какие у нее варианты? Вот что она будет делать? А в 4 будет, может быть, отлично от них всех предыдущих, а в 5 может отлично от всех предыдущих. Но остатки конечно-конечные, правда? Либо, ну как, я бы сказал так, либо цикл и тогда единица, либо, либо, ну единственная теоретическая возможность, кроме того, что оно пришло в единицу, состоит в том, что в какой-то момент оно прирулит куда-то, куда уже было. То есть либо, 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 ну либо вот прям цикл, либо вот такой цикл с хвостом, да? Скажите, пожалуйста, мне почему цикл с хвостом невозможен? Кто мне может это объяснить? Смотрите. Давай. Да. Да. Именно так. Смотрите, что, смотрите, что здесь произошло. Вот. Тут был какой-то остаток B от деления на P, а тут какой-то остаток C. И заметьте, и то-то другое не нулевые остатки. Мы нулевые не осматриваем, но они мы выкинули. И теперь произошло следующее, что они пришли в один и тот же. А какую операцию они производили? Что значит, они пришли в один и тот же? В у нас не сравнимо с C, да, по модулю P. Но. Дальше что я должен написать? В на наше А, мы же А пускали по кругу. Сравнимо с C умножить на A по модулю P. Я утверждаю, что ситуация такая невозможна. Если были несравнимы, то и будут несравнимы. Потому что, что это по сути означает? B минус C не делилась на P, но BA минус CA делится на P. Правда? Но BA минус CA это B минус C умножить на A. И А по условию не делится на P, по выбору нашему. Мы рассматриваем только остатки, не делящиеся на P, и закручиваем только их. То есть получается, что был какой-то остаток, он не делился на P, и мы его намножили на остаток, который не делился на P, и объявили делимость на P. Это невозможно, потому что P простое. Значит, такая ситуация невозможна, и такая ситуация тоже невозможна. Следовательно, единственный вариант за завершение этого круга, единственный вариант заключается в том, что A в нулевой, в первой, в квадрате и до какого-то в L минус первой будут все разные. А дальше? А в L, и что? Равно единицы по модулю B. То есть цикл вот такой. Длина цикла носит название порядка остатка A по модулю P. То есть та самая маленькая степень, в которую надо возвести ненулевой остаток отделения на простое число P, чтобы получить единицу, та степень называется порядком. И она существует в силу нашего рассуждения. Цикл не может закончиться нигде, кроме как в его начале, а начало это .1. Хорошо. Но это еще немалая теорема фирма, правда? Потому что мы не знаем, что происходит с остальными остатками, которые, может быть, не задеты степенями A. То есть у нас может быть какая ситуация, что вот есть такой цикл, есть такой цикл по модулю P, и есть еще какое-то количество каких-то остатков, которые не оказались задеты. Один A, A квадрат, так далее, A, V минус первый, и один, который A, V. Правда? И вот у нас длина A у этого цикла, а тут длина еще остатки. Что нам надо сделать? Говорите. Что нам надо сделать? Да, схватить число, тут какое-нибудь B, и начать на него тоже наматывать цикл с помощью A. То есть B переходит в BA, в BA в BA квадрат. Опять вопрос. Как может закончиться этот новый процесс? А? Да, вот может ли быть, например, вот так, или вот так? То есть он может, в принципе, он мог бы прийти либо вот в этот цикл когда-нибудь, либо в какую-то часть своего цикла, ну, либо уже в B. Я утверждаю, что не так, не так не может быть в силу все тех же и тех же причин, что так как стрелочка – это умножение на A, да умножение на A, и если у меня произошло, предпериод произошел или вообще вторжение вот в тот цикл, то это опять означает, что какие-то два остатка при умножении на A дали один и тот же остаток. Были разные, а стали один и один. Понятно. Мы уже провели рассуждение, что это не может быть. Значит, никуда он не может попасть, кроме как, опять, только один вариант, попасть он может только в B. Теперь вопрос. Через сколько шагов? Значит, говорится, что через такое же количество, но совершенно ясно, что через N шагов он точно попадет в B, правда? Потому что A в L – это уже единица, ну и все. А почему он не может попасть в B раньше? А вдруг B на A в L равно B по модулю B? Что тогда? Конечно, мы можем опять воспользоваться принципом сокращения по модулю B. B не равно нулю, значит, из этого следующего A в L равно единице. И, значит, этот цикл должен был раньше закончиться. А мы выбрали L как минимальный момент, когда заканчивается тот цикл. Значит, и этот раньше закончиться не мог. Поэтому у этого нового цикла ровно такая же длина, как у старого, правда? Так. Какие варианты? Какие варианты? Либо остатков не осталось, да? Больше. Либо что? Либо еще какое-нибудь C есть. Ну, может и есть. Запустим снова. Ровно через A шагов мы придем в то же C, правда? Так. Ну и сколько-то раз, конечно, это может продолжаться. Но не бесконечность, да? Потому как остатков у нас B минус 1 и больше их нет. Значит, вот этот процесс на умножение на A вырождает структуру циклов 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 Одинаковой длины Которые Как кирпичами Замощают все множество из B минус 1 на остатках. Поднимите руку, кто уже понял, что Теремфирма малая верна. Ага. Ну да. Кстати, больше дорог, чем предыдущий, когда я спросил, кто что-то там знает предыдущие. То есть кто-то уже вот... А, а кто уже вот... Скажем так, кто минуту назад еще не понимал, что она верна, а сейчас понял, есть такие, которые поняли в связи с этой картинкой. А, ну, есть отдельные руки, да. Отдельные руки есть, кто сейчас понял. Здорово. Ну, смотрите, то есть у меня получается, что все множество остатков B минус 1, не нулевых остатков, состоит из некоторого количества циклов длины L. Да, например, M. M таких кружков по L. Ну, тогда A в степени B минус 1 это что такое? А в степени L M, но А в степени L M это А в степени L еще в степени M. А в степени L уже равно 1, и получается 1 V M, то есть 1. Все это по моду любви. Ну, то есть мало тема фирма доказана в первом способе. Согласны? То есть давайте еще раз пробежимся. Это самое важное доказательство, потому что оно вскрывает суть. Оно вскрывает суть, как остатки устроенные. Оно нам говорит, во-первых, что любой остаток в некоторой степени... Мы, смотрите, мы собрали довольно неплохой урожай, не только малую теремию фирма. Мы собрали неплохой урожай. Во-первых, для каждого простого B, ничего одного, и для каждого ненулевого остатка оказалось, что существует некоторое натуральное число, которое мы назвали порядком этого остатка, которое обладает тем свойством, что если возвести остаток вот в эту степень, то будет единица, а раньше не будет. И раньше все остатки будут разные. То есть если этот остаток возводить во все целые степени и положить в ней отрицательные, то он будет бегать по кругу, вот туда или обратно. A минус первое – это A, V минус первое, например. То есть при умножении на A до этой единицы как раз. То есть для каждого остатка бывает такой вот цикл, строится однозначно определенный цикл, по которому A бегает, если его возводить в какие-то степени. И второе, что самое важное, что этот порядок, эта длина делит P минус один сигнал, потому что все остальные остатки тоже нанизываются на ожерелье такие, да? Каждое на свое ожерелье с помощью остатка A. И все ожерелье одинаковой длины. Соответственно у меня получается, что P минус один остатков распадаются в группы O, A, а следовательно P минус один делится на A, а следовательно A по A минус первой будет единиться так же, как A, потому что она по кругу будет просто конечное число как в кругах пробежит, вернется к единице. Так, теперь честно поднимите руки все, кто это доказательство понял или раньше знал. Нормально, Серега, пока все хорошо. Так, мне было сказано очень медленно идти, очень. Мне была дана задача, чтобы как можно больше школьников все поняли. Вот, хотя бы до какого-то момента, вот. Хотя бы до какого-то момента, то есть там хоть полрекции там может быть больше. Так, второе доказательство вам в подарок, сейчас я подарю вам в подарок, самое короткое доказательство малая теорема фирма. Но суть оно не проясняет, зато он очень красивый и прямо сразу. Очень красивый и прямо сразу. Итак, вот беру я, вот беру я, например, опять же, можно начать с примера, можно начать с примера, например, все та же семерка, это П, и, например, А тройка. Вот я беру шесть неновевых остатков, один, два, три, четыре, пять, шесть, да? А потом каждый из них намножаю на три. Диктуйте мне. Вам не кажется, что первый список немножко похож на второй? Правда, да? Похож? Но это не должно вызывать удивление. Смотрите. Мы берем, я уже перехожу к общему случаю, это так, для красоты. И намножаем А, два А, так далее, П минус один умножить на А. Смотрите. А не делится на П, то есть не равно нулю. А – это ненулевая остатка. Вот эти остатки тоже были ненулевые, правда? Значит, вот эти все ненулевые, правильно? Никакого нуля здесь нет. А с другой стороны, эти были различные, да? А если различные умножить на А, то склеивание-то не происходит. Кто скажет, что из этого следует? Давай. Это означает то, что все представимы в виде Q в какой-то степени, когда Q – это первообразный корень. Нет, здесь пока еще первообразных нет. Вот этот список, с точки зрения того, что ничего не склеилось, что… Множество совпали, да? Вот это множество, как множество совпало с этим. Хотя, конечно, будет какая-нибудь пересталновка, да? Вот здесь вот шесть вот таких было и шесть таких, но это одни и те же шесть, да? Итак, если я все ненулевые остатки домножаю на какой-то ненулевой остаток А, то я получаю перестановку исходного списка. Я получаю все доедино, потому что из совпадения хотя бы двух из них, да? То есть если бы здесь не встретился какой-то остаток, то какой-то бы встретился два раза, да? Принцип перехлет. Но если бы встретился какой-то два раза, значит, какие-то два привели к одному. А это ровно то, что мы уже поняли, что не бывает. Обнажение на ненулевое не могут склеиваться. Значит, во втором списке присутствуют все ненулевые остатки. Так, согласились? Превосходно. А теперь внимание. Если написано, например, вот здесь два, семь, одиннадцать, а тут семь, два, одиннадцать, то я могу перемножить эти три и эти три. Будет один и тот же результат, правда? Потому что не меняется от того, что я меняю. Значит, если я взял и перемножил один на два на три, так далее на p минус один, а с другой стороны а на два а, так далее на p минус один умноженный на а, то что равны, сравнимы, именно сравнимы? Они сравнимы по модулю p между собой. Так. А с другой стороны, второй-то список, он не просто сравним, а равен некоторому числу. Мы же можем из каждой скобки взять а. Что тогда будет написано? А. А. b минус первый, правда? Я взял из каждой. А. 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 Вот это называется p минус один факториал. А. 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 Нормально. Двигаемся дальше, да? А, подождите, хотите бонус-трек? Почему B-1-бактериал — это единица? Да! А-а-а! Ой, минус, конечно, о-о-о! Кто-то меня... Кто-то ещё не спит, и даже прям вообще слушай, внимательно. Я группа B-1-бактериал — это единица, а на самом-то минус единица. Так. 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 Итак. Смотрите, взял я их все перемножил. Так. Знаете ли вы, что остатки можно делить? Что для каждого ненулевого остатка существует другой ненулевой остаток, такой, что A умножить на B, сравнимо с единицей по модулю P. То есть существует B равно A-1 по модулю P. А как делить? Кто помнит, как делить? Но надо понять, что мы хотим. Вот у меня есть A, и мы ищем B, такой, что AB-1 делится на P. А делится на P, значит, получается из P умножение на что-то, да? То есть я на самом деле ищу решение уравнения AB-PN, равно единице, ищу такие B и N просто. Что это за уравнение? Уравнение диафанта, да. И при этом A и P у нас взаимно просто, потому что P простое, а A не нулевой остаток. Значит, никак не может видеть. Поэтому решение всегда существует, и оно как раз и будет давать, вот эта вот левая часть решения будет давать A-1. Ну, хорошо. Теперь следующий вопрос. Может ли быть так, что A умножить на B равно единице, и A умножить на C равно единице по модулю P? Что это разные два будут? Ну, конечно, нет, потому что тогда они равны друг другу, мы сокращаем на A опять. То есть все, опять свойство к сокращению на A. Значит, A-1 для каждого единственный. Отлично. Ну, давайте для каждого его найдем. Для двойки, например, это P-1 пополам, вот здесь где-то, ой, P-1 пополам, где-то здесь есть такой остаток. Он как раз будет P-2-1. Ну, для тройки мы уже так просто не найдем, не укажем. Но для тройки он существует, да? Он где-то есть. Для четверки где-то есть. Для каждого где-то есть. Но для минус единицы, например, он где? Точно. А еще для кого он сам себе? Единицы, правда? А вдруг еще для кого-то? Может такое быть? А квадрат равно единице по модулю P. Имеет вот этот корень и этот. А вдруг еще какой-то корень имеет? Не, не имеет. Потому что А квадрат сравнимо с единицей означает А квадрат минус 1 делится на P. Правда? Ну, можно разложить на множитель. Где-то А минус 1, а множитель на А плюс 1. И это делится на P. Так какое-то простое. Либо А минус 1 делится на P, либо А плюс 1. Правда? Все. Значит, соответственно, получается, что вот таких вот самозацикленных, их два. Поднимите руку, кто уже видит, что из этого следует, что P минус 1 факториал равен минус 1. Ну, все, да? Все понятно. То есть они в парах друг друга поубивали, единица осталась сама с собой, а P с 1 не нашел себе пары и дал как раз минус 1. В частности, мы видим, что P минус 2 факториал сравним с единицей, по-моему, или P. Что тоже иногда бывает понесно, на самом деле. Так. Хорошо. Третье доказательство. Так. Смотрите. Третье связано с каруселями, четвертое с биномом. Или наоборот. Кто за то, чтобы ближайшее было связано с каруселями? Поднимите руку. Так, опустите. Кто за то, чтобы ближайшее было связано с биномами? Значительно больше. Ладно. Тогда... Но те, кто хотят карусеть, все равно ее увидят. Это будет четвертое. Итак, сейчас будет доказательство, связанное с биномами. Так, поехали. Так. Вот, значит, есть такая формула. Х плюс Y в степени N. Как она устроена? Плюс так далее и плюс Y в N, да? Да-да-да. Это слишком мало. Мне надо большее. Мне надо... Мне надо... Вот здесь мне нужно понять, что за зверь стоит при X в N минус катой на Y катой, да? Вот кто это такой? Да, вот давайте раскроем скобки. У меня X плюс Y, X плюс Y и так далее. И X плюс Y. У меня N в скобах, правда? У меня N в скобах. Не, вот у меня вот такой. Меня интересует, вот сколько будет таких? Да, вот говорят C из N пока. Но мне хочется не просто C из N пока. Мне хочется понять, чему это число равно. Потому что... Ну, как бы, вот откуда оно берется? Вот я должен получить, чтобы Y был в катой степени, правда? Что значит Y катой? Значит, я из каких-то из этих скобок... Ну, из каждой скобки я... При раскрытии скобок я из каждой скобки беру либо X, либо Y, правда? Вот отсюда либо X, либо Y, отсюда и так далее. Как мне получить Y катой? Мне просто нужно указать конкретный набор скобок, которые я взял состоящий из K скобок, правда? Вот. И вот я должен указать, сколько это будет. Ну, вот первую скобку я могу выбрать сколькими способами, да? Откуда я беру K? Сколькими? И N, правда? Взял первую. А вторую? N минус 1, и так? Каждый раз падает, и так, конечно, до N минус K плюс 1. Но это еще не все, правильно? Потому что я вот выбрал эти скобки, но я мог по-другому их выбирать. Я мог первую выбрать третьим, вторую седьмым, третью выбрать первым и так далее, да? То есть, K факториал вариантов сводится к одному и тому же набору скобок, правда? Вот. Так вот это уже, вот это мне уже больше нравится. Именно это число умножается на X в N минус K и на Y в K. Вы мне спросите, а при чем тут мало тереминформации? Ну, подождите. Подождите. Все будет, все будет. Вот формула. Феномен Ньютона. Что стоит, какой коэффициент стоит вот столько скобок, столько вариантов получить вот этот коэффициент. И поэтому столько вот, ну, как бы, столько вариантов получить вот этот вот слагаемый, значит, с интересным приемом стоит такой коэффициент. Теперь представим себе, что N – простое число. Пусть N простой. Тогда написано P на P минус 1 и так далее на P минус K плюс 1. А внизу K на K минус 1 и так далее на 2 на 1, так? Вот такое вот число – это C из P по K. Согласны? Так? Так вот. Что я здесь могу заметить? Давайте вот это все – это A большое, а вот это все – B большое. Я хочу заметить, что A большое является произведением чисел, которые заедомо не делятся на P. Согласны? Но они все меньше P. Ну а K в катериал, который B большое, он тоже заведомо не делятся на P. Но это верно при K каких? При K начиная откуда и заканчивая чем? Совершенно верно. При всех K, кроме двух крайних вариантов. Когда мы ищем коэффициент при XP, мы берем просто ровно единицу и все. Мы вот отовсюду должны взять X. При Y к P тоже отовсюду должны взять Y. Но как только начинаются вот вариации, когда мы берем X в какой-то степени и умножаем на Y в какой-то степени, то это уже, соответственно, это самое. Значит, вот, получается, вот при всех вот этих A и B не делятся на P. И вот получается, что B умножить на A разделить на B – это целое число, потому что это биномиальный коэффициент. Правда? Так, то есть B умножить на A – что делает? Нацело делится на B. Но B не делится на P. То есть P и B значат взаимопростые, потому что P же простое. Раз B не делится на P, а P простое, то P и B взаимопростые, у них нет общих делителей. И что из этого следует? A делится на целое на B, а? Ну тогда, ребят, тогда вот это уже целое. Правда? И что из этого следует? Что из этого следует? Слух. Правильно. При любом, как от единицы до P-1. Согласны? Итак. Смотрите. Х… Я слышал такой комментарий. А-а-а-а… Кто-то осознал в этот момент, что если рассмотреть пеном Ньютона… Пеном Ньютона… При простой степени… При простой степени… То по модулю P происходит невероятная формула. Вот такая. Прям как вы хотели. Знаете как? Как бы школьники хотели, чтобы… А плюс B венный… Гол равно… А венный плюс… Б венный. И так действительно бывает. Но только при простом P и только по модулю P. То есть… Конечной арифметике… Конечной арифметике по модулю простого числа… А… Есть невероятное раскрытие скобок… Веном Ньютона… Х плюс у в степени P равно… Х в степени P плюс у в степени P… И всё. Так. Ну что, как это нам поможет… Малая серия ариферма? Ну-ка. Кто понимает, как это нам поможет? А поднимите руку, кто понимает, как это нам поможет или просто знал? Угу. Так. Сейчас. Продемонстрирую. Итак. По модулю P у нас сумма в степени P равна первой степени P плюс второй степени P и всё. Тогда… Чему равно два в степени P по модулю P? Два и тридцать один плюс один, правда? Что это такое? Да, один в степени P плюс один в степени P. То есть два. Всё. Дальше. Поехали. А чего же нам равно три в степени P? Два плюс один в степени P, правда? Так. А это что? Один в степени P плюс один в степени P. Дальше. Мне продолжать или хватит? Хватит. Поднимите руку, кто понял доказательство номер три. Зашипец. Зашипись, хорошо. Так. Ну что, карусели? Четвёртое доказательство называется «Через карусели». Ну, или колесо по зрению, как хотите. Я люблю колесо обозрения. Это колесо обозрения или карусель, если положить ее на пол. Как хотите. Из Б кабинов. Б. Вот такой. Я хочу его покрасить в ад цветов. Давайте мы... Вот какая-то тут есть кабинка, одна из кабинок, на которой сзади написано, по ГОСТу выполнено там, в таком-то году выпущено, да? Колесо обозрения сертифицировано... А на остальных кабинках ничего не написано. То есть колесо обозрения, оно как бы имеет четко выделенное начало. С учетом этого, с учетом того, что есть четко выделенное начало, а значит, есть совершенно определенный следующий непосредственный, следующий через один и так далее, да? То есть все кабинки, если есть такой вот четко выделенный начало, все кабинки колесо обозрения как бы имеют, ну, собственную индивидуальность, какой-то они друг от друга отличаются. Вопрос теперь. Сколько способов покраски колесо обозрения, вот такого, с начальной кабинки выделены? Сколько способов покраски в А цветов? Способов покраски без каких-либо ограничений? Сколько? Правильно. А в степени П. Первую кабинку, которая по посту сделана, да, мы красим в любое из А цветов. После того, как мы фиксировали цвет, следующий мы красим тоже в любое из А цветов. Фиксируем цвет, красим в любое из А цветов. Фиксируем цвет, аплодисменты. Отлично. А теперь, внимание. На множестве раскрасок я сейчас построю некоторое такое как бы вот родство. Но я буду называть две раскраски родственными, если одна из другой получается поворотом колеса обозрения на некоторое количество аплодисментов. Ну, например, вот вам родственные покраски при двенадцати цветах. Ну, вы скажете, блин, как это? Ой, при двенадцати кабинках. Вы скажете, как же при двенадцати кабинках, когда ты сам, золотей, сказал, что количество кабинок простоит. Что, да? Ну, я просто хочу продемонстрировать, что означает, да? Вот у меня как бы этот, значит, был покрашен вот так, да? Это черный, да? Вот. А теперь черный покрашен вот в третий цвет, да? Третий цвет. То есть я вот как бы повернул чуть-чуть, повернул кабинки. Вот это будет третий цвет, первый, второй, третий, первый, второй, третий, первый, второй, третий, первый, второй. То есть, иными словами, вот смотрите, здесь синяя покраска и черная различаются, потому что, ну, например, просто исходная кабинка, вот в одном случае первый цвет, а в другом треть. Но они различаются только человеком, который знает, где начало. А если не знать, где начало, то вот я стоил чуть-чуть и запудрил вам мозги, да? Вы их не отличите, если две краски. Ну, вот, значит, теперь я возвращаюсь к ситуации вот таких вот покрасок и рассматриваю родственные покраски. Вопрос. Сколько родственников у данной покраски? Вот я взял как-нибудь и раскрасил. Какие варианты? Б. А бывает иначе? Есть ли что? Вот. Значит, смотрите. Покраски бывают двух типов. Полностью одноцветные и не полностью одноцветные. Полностью одноцветные не имеют родственников. Они в присдвиге, это та же покраска. Вот у меня есть одноцветная, вот она есть. Первый цвет, второй, третий, четвертый и так далее. Цвет номер А. У каждой такой ровно один родственник. Значит, одноцветных раскрасок получилось сколько? А. 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 Кто-то уже видит что-то, как пчелы чего-то подозревают, да? Да. Итак, одноцветных раскрасок, а все хавпэты, да? Теперь я утверждаю, что, как вы и сказали, для любой неодноцветной у нее ровно п родственных. И они разбиваются как бы, родственные, понятно, что разбиваются на непересекающих группах. Потому что родственные, значит, присдвиги получаются. Но вот если одна из другой, получается присдвиги. То и вторая из первой тоже присдвиги. Если первая из второй присдвиги, вторая из третьей присдвиги, значит, они как бы... Третий из первой присдвиги. Т.е. они на полностью непересекающиеся вот такие вот группки разбиваются, каждая раскраска со всеми своими родственниками. Ну и если мы докажем, что каждая нетривиальная раскраска имеет п родственников, то что мы докажем? Ну, малый церинфер мы и докажем, да? Потому что всего хавпэты одноцветных А, а все остальные разбиваются в циклы по П. Поэтому все остальные кратные П, поэтому хавпэты минуса денется на П. Ну что, надо доказать, что если есть какая-то раскраска, где есть хотя бы два цвета, скажем, здесь первый, здесь второй, а остальные не важно, что вот у такой раскраски не может быть никаких родственников. Ну давайте прежде всего обратим внимание, что раз здесь и здесь разные цвета, то где-то рядом тоже стоят разные цвета, правда? Ну, они же не могут вот здесь и здесь быть одинаковыми, здесь и здесь быть одинаковыми, а тут и тут уже разные, да? То есть, если хотя бы два цвета встречаются, значит, на самом деле где-то они встречаются рядом. Вот есть две кабинки, соседние, которые раскрашены в разные цвета, правда? Отлично. Теперь действуем от противного, а именно предположим, что у нашей раскраски родственник совпадает с ней самой, да? То есть, вот как здесь, на три, если я сдвину, на три, на три так-то сдвину, и родственник совпал с ней самой. Но вот почему-то тут этого быть не может. Вот, допустим, у меня при сдвиге на Эль происходит совпадение раскраски. Вот у меня на Эль совпадение. Но тогда, если я еще на Эль сдвину, ведь тоже будет совпадение раскрасок, правда? Согласны? На Эль совпадение? На два есть совпадение. На три есть совпадение, да? Так. То есть, каждый раз, когда я сдвигаю на вот сколько-то Эль, будет совпадение раскрасок. А теперь внимание. Эль и П взаимно просты, правда? Эль и П взаимно просты. А значит, существует решение уравнения диафанта ПМ минус Эль Н равно плюс-минус единичке. Так. Согласны? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Значит, если я на Эль раз по Эль поверну, у меня раскраска-то все та же, да? Так. А что значит на Эль раз по Эль? Вот это что такое? Это М полных кругов. И сколько остается? Один так. То есть, иными словами, если через Эль раскраска повторяется, то тогда, в какой-то момент, рано или поздно, некоторое целое количество раскрасок по Эль даст несколько полных циклов по П и еще один такт. То есть, тогда раскраска повторится при сдвиге на единицу в одну или другую сторону. Ну, вы согласны со мной, да? Что если раскраска повторяется при сдвиге на единицу, то она одноцветная. Просто где-то рядом уже стоят разные цвета, это никак не может быть. Вот и все. То есть, все сдвиги на 1, на 2, на 3, на Эль и так далее, на П минус 1, да? На 0, на Дерей на П минус 1. Для неодноцветной раскраски порождают все П разных раскрасок. Поэтому в каждом цикле родственников ровно П раскрасок. Ну и все. Все на первом цикле. Тогда в П минус 1, надеемся на П. Так. Ну что, наверное... Наверное... Все, наверное, на этом надо завершить. Вас не мучат, нет? А, 10 минут помучат. Сергей разрешает. Так. Четыре доказательства. Малотераперма завершены. Отлично. Тогда я вас чуть-чуть помучаю. Сейчас я... Значит, сейчас я вам... Скажу что-нибудь про... Может, про первообразный корень вам рассказать? А, и это будет... Чуть понегче, да. Да. Так. Ну, хорошо. Вот, смотрите. Давайте я у меня... Давайте я в эту формулу... В эту формулу. В минус 1 факториал сравнимо с минус единицей по модулю П. Немножко над ней поработаем. Хотите, чуть-чуть поработаем дальше? Вот, смотрите. Пусть П... Делится... Пусть П минус 1 делится на 4. То есть, П равно 4 и плюс 1. Простые. Такого вида. Это 5, 17, 29... Ой, 13 пропустил, извините. 17, 29, 37, 41. Короче, пусть П такого вида, что... Остатка 1, предельник 4. Тогда, смотрите. Тогда вот эту формулу можно записать немножко иначе. Что такое П минус 1 факториал? Вот я умножаю 1 на 2, на 3, и так далее... На... П минус 1 пополам. А вот следующее число... Какое это будет следующее остаток? П плюс 1 пополам, да? А вот я убеждаю, что П плюс 1 пополам — это то же самое, что минус П минус 1 пополам. Правда ведь? А дальше будет... Вот все предыдущие только со знаком минус. То есть я переписал. Я первые остатки взял как есть, а остальные перевернул и со знаком минус взял. Согласны? Пока здесь даже я не использовал, что П минус 1 делится на 4, но теперь я это использую. Потому что если П минус 1 делится на 4, то есть равно 4L, то П минус 1 пополам чему равно? 2L. Так, а это уже неплохо, потому что вот здесь 2 умножить на L множителей, правда? 2 умножить на L множителей. И что же из этого следует? Точно! Минусов можно не учитывать. Минусов четное количество и можно их заменить на плюсы. А что же у меня теперь написано, а? Квадрат! Это написано П минус 1 пополам в материал, который возведен в квадрат. И это, как мы знаем, делится на П, если прибавить единицу. Правильно? Итого, предположим, что П имеет вид 4К плюс 1. 4 есть плюс 1, но неважно, короче. Дает остаток 1, то есть Ленина П. Тогда существует остаток С, такой, что С квадратный с 1 делится на П. Согласны? Согласны. Так. Ну, хорошо. Давайте... Раз позволим себе немножко похулиганить, да? Идем? Ну, гауссово-чисто, знаете, целые как бы. Ну, целые, ну, не совсем целые. Ну, вот, куковку И пригласим, да? Вот, у меня будут чисто такие. Целые, но можно еще скинь. Как умножать комплексные числа? Поднимите, кто знает, как умножать комплексные числа? Очень многие знают. Так, я перед остальными попрошу прощения. Остальным сообщаю, что И это такое число, которое в квадрате равно минус единице. А дальше нужно умножать. Ну, просто берете и умножаете. Там получается, что это АС минус ВД плюс И умножить на ВЦ плюс АД. Ну, такой способ умножения. Сложения, вычитания тоже годятся. Все получается как бы. Прекрасно случается. То есть, у меня некоторые новые числа возникли. Новые числа. Целые комплексные числа, они же гауссовые. Я могу задать вопрос. Что означает, например, делимость? Вот, что значит, что одно гауссовое число делится на другое? А что означает, что вообще одно целое на другое делится? Третье. Преумножение на второе, дающее первое, правда? Вот это переносится на гауссовые числа, без извини. Так, хорошо. Значит, мы не рассматриваем делимость на ноль, и в гауссовых тоже не будем. Можно ли сказать, что такое простое гауссовое число? Ну, на самом деле, значит, да, по сути, нам нужно немножко быть аккуратным, потому что гауссовые числа, они на много чего всегда делятся. Вот смотрите, а плюс б и можно разделить на и. Получится б минус а и. И это тоже гауссовое число. То есть у меня число и, оно такое, как бы, оно играет роль единицы или минус единицы в целом. Вот, например, целое число всегда делится на минус единицы, правда? Поэтому, когда мы говорим о простом целом числе, мы говорим про стое, которое не делится ни на что, кроме, ну, кроме очевидных вещей. Единицы, минус единицы, самого простого числа и минус. Вот. Ну, а в гауссовых надо делать просто оговорку, что не делится ни на что, кроме единицы, минус единицы, иишки, минус иишки, и чисел, которые получат из него умножение именно эти четыре. Ну, и поиск, поиск простого числа. Вот. Дальше, дальше делается вот такая вот теорема. Основная теорема единицы. Оказывается долго, мутно, но абсолютно без новых идей. То есть, в целых числах она верна, и многие из вас знают доказательства. Длинное такое доказательство, да? Так вот, удивительно, что в гауссовых она тоже верна, и тоже такое длинное, абсолютно такое один в один, как с целыми числами доказательства. Уравнение диафанта тоже выписывается, и для взаимопростых оно всегда имеет решение. Ну, то есть, все это верно, то же самое. Тоже верно, что любое число гауссова единственным способом раскладывается в произведения простых. Единственное, с точностью, опять же, то там все один плюс-минус, там умножение на е. Вот. В частности, внимание, если гауссовое число простое, то из того, что альфа и бета не делятся на него, следует, что альфа умножен на бета, что он не делится на него. Итак, для простого гауссового числа. Так, а что означает, например, что гауссовое число делится на какое-нибудь целое число? Давайте подумаем, что это означает. Кто мне сразу скажет? Ну, целые части делятся у гауссового числа. А делятся и б делятся, правда? Потому что, ну как мы это запишем, значит, должно существовать еще одно число, при умножении на которое получается а плюс б и. Но так как это число было обычным целым, то здесь просто в соответствующий количество раз умножается каждый. Правильно? То есть делимость на обычные числа – это то же самое, что делимость каждого из этих самых. Правда? А теперь, пожалуйста, разложите вот это на множители. Кто прониктует? С плюс и умножить на С минус и. Правда? Сумма квадратов. Гауссовое число хорошее тем, что сумма квадратов в результате берет и раскладывается на множители. Так, скажите, пожалуйста, делится ли С плюс И на П? Там единица в мимой части, она ни на что не может делиться, правда? С плюс И не делится ни на одно целое число отличное до единицы. Потому что точно не делится на П. А С минус И делится или нет? Что ж такое? Что же такое? Где же противоречие? Посмотрите, вот это наказали, П минус один пополам факториал, да? Это очевидно, это очевидно о произведении действия. Какой из этого выход? Золотое. Правильно, не простое, а золотое, да? Золотое. Золотое. Итак, во что нам придется поверить? Только в основной церковь месяц, правда? Все остальное, как бы, вроде все понятно, да? И мы получили, что... Мы получили, что с необходимостью любое простое В и до 4 и L плюс 1 не может быть простым гауссовым числом. Иначе нарушится основная теорема арифметики. Потому что это очевидно не делится, это очевидно не делится. Поэтому мы доказали, что делится при С равном П плюс 1 пополам. Не может ни одно число. Если вы мне даете любое число, например, 37, я утверждаю, что точно существуют какие-то гауссовые числа при умножении друг на друга дающие 37. Так, хорошо, давайте так запишем. B равно A плюс BI умножить на C плюс DI. Так. Запишем? А что это значит? Здесь еще написано, да, что это значит? Это значит, что AC минус BD плюс I умножить на BC плюс AD. Так. Но P это что такое? Это P плюс 0I. Вы согласны со мной? То есть, на самом деле, это P уже. Все. Вот это P, правда? А это что? А это 0, да? А 0, неважно какого знака, я могу написать P минус 0I. Это тоже P, правда? То есть, AC минус BD отнять BC плюс AD умноженное на I. Это будет то же самое, просто потому что это равно 0. Согласны? А что же тогда посередине будет? А минус B умножить на C минус DI. Убедитесь сами, кто, кстати, кто первый раз с комплексными числами, вот кто первый раз увидел комплексные числа, убедитесь в том, что если A плюс B на C плюс DI чему-то равно, то A минус B на C минус DI равно того же самого, только здесь так минус ставится перед отличиями. Так. Пока вы согласны со мной? Итак. Из нашего замечания про P минус 1 попала в триал, следовало довольно хитрым образом, что P, P до 4K плюс 1, ни при каких условиях не является простым, хауссовым числом. Но раз не является, значит, является произведением каких-то двух хауссовых чисел. Но тогда оно должно являться произведением и, как мы это называем? Запряжённых хауссовых чисел. Так. Что я делаю теперь? Кто мне подскажет? Кто догадается, что теперь я должен сделать? Ну, вы, наверное, уже понимаете, к чему я клоню, правда? К чему я клоню? Да. Ну вот, значит, что я тогда должен сделать, чтобы, я думал, заклонить до конца? Перемножите этого равенства! Что получается? P умножить на P. Это P квадрат. А с другой стороны, вот эти вот, я перемножаю все четыре скобки. A плюс BI умножить на A минус BI умножить на C плюс DI умножить на C минус DI. Так. Чему равно A плюс BI на A минус DI? А квадрат плюс B квадрат. А вторая? Пара. C квадрат плюс D квадрат, и это всё равно P в квадрате. Посмотрите внимательно сюда. Никаких хауссовых чисел больше нет. Хауссовых числа с нами были попутчиками на некотором этапе. Мы их поэксплуатировали и выгнали из поезда. На этом этапе в поезде остались только целые числа. Положительные. Натуральные. В натуральных числах основную теорию альфметики вы знаете, да? Разложение на множители единственное. Что из этого следует? Оба P. Всё. Ровно так. Потому что если речь шла о нетривиальном случае разложения на множители, то там не было один и минус один и минус и, поэтому сумма квадрата была больше единицы. Ну, значит, A квадрат плюс B квадрат равно P. Вот это утверждение. Вот это утверждение. Про то, что любое простое вида 4K плюс 1 представляется в виде суммы двух квадратов. Это одно из самых классических утверждений альфметики. Называется рождественская теорема фирма. Она же теорема фирма Гаусса-Эйнера. Эйнера-Гаусса. Ну, она... Когда теорема фирма Эйнера-Гаусса, её формулируют в трёх видов. То есть три утверждения эквивалентны. Первое утверждение. Простое число представляется в виде суммы двух квадратов. Второе утверждение. Простое число перестаёт быть простых гауссовым числом. Третье утверждение. Простое число до достатка 1 до 3 до 4. Для любого простого ничемного числа три утверждения эквивалентны. Что оно перестаёт быть простым гауссовым, что оно есть сумма двух квадратов и что оно является единицей по модуным 4. Вот это вот то, что я произнес, это теорема Ферма Эйнера-Гаусса. А рождественская теорема Ферма просто утверждает, что любое простое вида 4К плюс 1 представляется в виде суммы 2 квадратов. Но вот без гауссовых чисел есть, конечно, разные доказательства. Но, если честно, самое такое убедительное, это вот то, что мы сейчас делаем через гауссовые числа. Остальные немножко претензают за уши. Так что с помощью гауссовых чисел мы сейчас быстренько вывели эту теорему, просунули. Так, ну хорошо. Наверное, на этом хватит. Вам же спать когда-то надо, правильно?